Тему IT-инфраструктуры Сейчас я представляю Валерию Малаканову. Это фирма 1С. Это ключевой человек, который знает все ключевые сервисы и программные продукты фирмы 1С. Поднимите руку, кто пользуется инструментами 1С. Если что, к ней дополнительные вопросы. Сейчас она постарается обозначить ключевые моменты, которые крайне важны быть на старте у вас. И поддержим дальше мы уже с Евгением тему аналитики, которая сегодня еще неоднократно в течение нашего дня будет затронута. Передаю слово. Спасибо большое. В случае эгоиста и так далее. Сейчас цифровизация коснулась практически очень большого числа товарных категорий. Если раньше у нас был мир курий, куда нужно отдельно отправлять документы, эгоист, куда нужно отдельно отправлять документы, то с введением маркировки у нас учетные документы смешались с теми документами, которые мы отправляем в честный знак. И мы их должны правильным образом оформить и отправить это ОПД. При этом сети, ну вот кто с молоком работает, кто вот в сентябре встретил объемно-сортовой учет, электронный документ, наоборот, да, прикольно было. Вот вода еще в декабре началась, в следующем году пиво начнется, корма для животных, мясо, консервы. И там, как бы, вот даже если вдруг вас это почему-то еще не коснулось, вас это очень скоро коснется, потому что честный знак и ФНС очень активно развивают эту тему. Соответственно, эти документы должны быть оформлены. Если что-то с документами пошло не так, вот в сентябре месяце все это наблюдали, фуры разворачивались со скоропортом, с молоком, с трех-пятидневным сроком хранения, соответственно, если ваш документ некорректно оформлен, ну как бы проблем, скорее всего, не избежать. В этом смысле ваша система автоматизации должна быть актуальна, она должна форматы формировать правильно, прежде всего, по требованиям законодательства. Второе, помимо законодательства требуют еще торговые сети, свои фишечки, да, поля им заполняйте в УКД, вот это, мне не только 12, а уведомление об уточнении, мне нужно что-то еще, да. Вот сейчас мы имеем несколько новых электронных документов, которые уже приняты на уровне ФНС, это заказ на доставку, это электронный счет на оплату, который ФНС уже принял. Обязательности пока нет, но, скорее всего, в этом или в следующем году обязательность этих документов появится. Вот, соответственно, вот за этим всем нужно следить, конечно, в идеале, чтобы следили за этим не вы и не ваш там айтишник какой-то, да, а вендор, который все-таки ваше решение развивает. Про это уже сказала, да, еще появился электронный акт сверки взаиморасчетов, он тоже в прошлом году был утвержден ФНС, пока что он не обязателен к применению, но, как мы знаем, торговые сети очень любят первыми начинать. Надо готовиться, да, надо понимать, что скоро могут потребовать вот так, пожалуйста, нам в электронной форме. Я здесь еще такой момент, очень многие эксперименты, которые воспринимаются как экспериментами, через некоторое время не становятся уже обязательной практикой. Поэтому мы все время рекомендуем, вот сколько лет, сколько мы там уже лет последние, 7-8 находимся в постоянной проверке, что же у нас там новое автоматизировать будут. Лучше на старте входить в эти проекты, чтобы потом случайно не оказаться в ситуации, когда вас обязывают, а вы не готовы. Ну, понятно, что как бы 1С очень многие вещи поддерживает по умолчанию, да, но у вас с вашей стороны тоже готовность должна быть. Да, безусловно. Если там для применения электронного документа оборота нужно навести порядок в номенклатуре, значит, этим нужно заняться. Да, вот 1С, в том числе, как вендор в этом тоже может помочь, или ваш вендор, чем вы пользуетесь. Ну, все-таки большинство 1С, вот, буду говорить про него. Соответственно, пожалуйста, думайте заранее, иначе потом в последний момент и штрафов, и проблем не избежать. Помимо того, что требует законодательство, торговые сети почти всегда требуют использования EDI. Про это сегодня во второй части тоже будет доклад, немножко уже говорили. Вот, что обычно бывает сложно, да, на что тратится время. Когда EDI у нас в одной системке, электронный документ оборота в другой системке, учетная система третья, сюда сходили, туда сходили, ошибочки посередине. И в идеале, чтобы это все было в одном окне. Постарайтесь, да, если у вас это не так, освободить свои руки, свои мозги, свои усилия для какого-то более важного занятия. Дальше. Сегодня про это уже говорили, штрафы, про то, когда не выполнены заказы, про то, когда есть проблемы с поставкой, не вовремя. Безусловно, такие штрафы есть, про это коллеги лучше расскажут. Хочу сказать, что для того, чтобы этих штрафов отбежать, безусловно, нужен точный учет товаров у себя, резервирование товаров, которые должна уметь делать ваша информационная система. И, собственно говоря, если у вас пока проблемы с вашими остатками, вы не знаете, как планироваться, вы не знаете, как отгружать, вы не можете зарезервировать товары, ну, как бы, наведите порядок у себя, прежде чем идти в торговую сеть, ну, такой совет. Электронный документ, наоборот, все знают, тоже должен быть встроен в ваше решение, уже, как бы, это must-have, про это уже тоже немножечко поговорили. Про заказы говорили, да. Дальше. Помимо того, что, да, ну, вам нужно для торговой сети, чем еще помочь может информационная система? Говорили уже о том, что заказы торговой сети могут скакать. Сегодня было мало, завтра будет много, был всплеск, был праздник и так далее. Особенно, конечно же, первый год с этим проблема, да, со второй год нужно накапливать статистику, нужно смотреть, как это все происходит, нужно использовать собственные сервисы прогнозирования. Пожалуйста, пользуйтесь своей системой автоматизации, накапливайте эти данные, иначе каждый год будет, ну, как бы, мы сталкиваемся с тем, что каждый год сюрприз примерно в одно и то же время. Вот. Контроль пополнения, планирование поступлений, про это тоже понятно, что может система автоматизации промочь. Про анализ тоже будет, наверное, после меня будет доклад уже, но тут самое главное, что хочу сказать. Вот здесь уже говорили про анализировать цены. То есть вы должны точно понимать для себя, сколько у вас себестоимость товара, сколько у вас в нем затрат, включая логистику, включая, не знаю, маркетинг, включая продвижение, что вы делаете для торговой сети. Все эти затраты должны быть посчитаны, и вы должны точно понимать в своей информационной системе, где у вас себестоимость и где вы уйдете уже в минус. То есть у вас в контракте, не знаю, на две возможности поднять цены, вот к нему нужно подходить осознанно, имеют информацию на руках. Пользуйтесь для этого вашей информационной системой, если еще не пользуетесь. Итак, три главные задачи, которые ваша информационная система должна решать. Это корректное оформление документов при работе с торговой сетью, это обеспечение необходимого качества работы с товаром, и это ваш контроль эффективности работы, ваша оценка экономической выгоды и ваше вообще понимание ситуации. Аналитики. Понятно, что помимо этого автоматизация еще решает довольно много других вопросов, это помогает и с маркетплейсами интегрироваться, продавать, не тратить лишнее время, не ходить в какие-то кабинеты личные. Это и возможность заказать доставку, это возможность расширить бизнес, не набирая там людей. Если вам нужно расшириться, еще одну сеть поставить, еще один канал открыть, и вам нужно набрать 10 человек, ну что-то не так с вашей системой автоматизации, вы должны подумать, как ее перестроить, чтобы ваше расширение бизнеса приходилось на нее, а не на набор новых сотрудников. Если говорить про 1С, наверное, все знакомы, те, кто работает с торговыми сетями, как правило, используют у нас либо УНФ, либо бухгалтерию, либо комплексную автоматизацию, но здесь уже должны партнеры помочь подобрать нужный программный продукт, если у вас нет. Если у вас он устаревший, подумайте о том, чтобы его обновить, это все связано с законодательством. Мой совет обновить, да и не тратить на это время самому. Ну и, собственно, обязательно посмотрите, какие сервисы с вашим программным продуктом работают. У вас есть доставка, у вас есть сервис номенклатуры, у вас есть интеграция с платежными сервисами, интеграция с маркетплейсами, отчетность, аналитика. Это все внутри вашего программного продукта есть. Где посмотреть? Оставляюсь на этом слайдике пока. Соответственно, заходите на сайт, ищите партнера, если нужно. Смотрите условия работы с сервисом EDI в 1С, с сервисом EDO, посмотрите. Ну, что-то полезное, возможно, вы наверняка для себя там найдете. Также у нас есть ИТС и сайт Бухру, где размещаются все новости законодательства. Все, что связано с маркировкой, с новыми форматами электронных документов. Заходите, посмотрите, не знаю, вы, ваши коллеги, кто-то за этим должен наблюдать. Я постаралась очень быстро. Очень, да. Спасибо большое. Спасибо.